Ребята, всем привет! С вами снова Сергей Коширин. Я продолжаю самоизолироваться и при этом саморазвиваться. И сегодня предлагаю уделить внимание подтягиваниям и развитию самой важной мышцы в нашем организме. Это бицепс. Будем развивать его с помощью турника и резины. Базовым упражнением в такой тренировке будут подтягивания узким обратным хватом. И первым номером всегда идут подтягивания до груди, высокие. И я сегодня покажу, как их выполнять вообще всем. Не только людям, которые уже умеют так высоко подтягиваться, а даже новичкам. И грудью касаемся. Переклонены. Вот так. У этого движения есть интересный момент. Когда мы начинаем движение, мы срываем себя не за счет того, что тянем вверх сокращением бицепсов. Нам нужно себя потянуть широчайшими. А значит делаем вот такое движение. То есть не вот так, а вот так, как бы опуская руки. Вот это первое движение. А дальше, как только мы преодолели часть амплитуды, мы тянем себя к грифу. То есть так и вот так. Таким образом сначала включается спина, а потом уже бицепсы. Так наглядно можно подниматься вот так вверх, а можно подниматься немножко в сторону вот таким движением. А потом подтягивая себя. Такие подтягивания могут выполнять даже новички. Но новичкам нужно будет просто повесить резину на турник и поставить в нее ноги. Вот так. Оставим ножки. Сегодня прямо лютое хоум-видео, но в этой комнате у меня не очень много места. И с резиной становится все очень даже легко. Лишь бы в потолок не вписаться. Полноценные подтягивания до груди есть в моем инстаграм. Вы можете туда зайти и посмотреть видео, как это выполняется в полный рост. Вот здесь я, наверное, не помещусь в картинку, куда бы я не поставил камеру. В последнее время я добавляю только один вид подтягиваний в круговую тренировку. Это либо узкий прямой, либо узкий обратный до груди. И в конце иногда делаю обычные подтягивания с широким хватом для заминки. Как я говорил вот в этом видео, обычно я тренирую мышцы-антагонисты. То есть после подтягиваний идут отжимания. Но об этом я уже рассказывал, поэтому дальше мы будем обсуждать тренировку бицепса. Какие упражнения можно использовать? Просто топовое упражнение это горизонтальная тяга резины. Нужно привязать куда-то резину и тянуть ее к плечу, к противоположному плечу. Локоть зафиксирован. До конца руку разгибать не нужно. Сохраняем нагрузку на бицепсе. Ох, хорошо сжет. И не забываем во время выполнения этого движения заворачивать кисть вовнутрь. Так вы не будете испытывать болезненных ощущений в кистевых суставах. А теперь пришло время нашей 5-килограммовой гантели. Но я не буду, как Юги Спаса Кукоцкий, выжимать ее до посинения. Я покажу другой вариант. Упражнение просто убийственное. Слабонервных прошу отойти от экранов. Итак, встаем на резину. Резину берем в руку, чтобы делать сгибания. А сверху кладем гантель. Упираем локоть рабочей руки в противоположную руку. Вот таким образом. А противоположная рука упирается в живот. Заодно прессов нагрузим. И сгибаем. Опять же, разгибать руку полностью не нужно. Не снимаем нагрузку с бицепса. Локоть он старается не двигать. Он стоит на месте. Зафиксирован. Работаем только бицепсом. Сгибаем. Еще более лютый вариант для выполнения сидя. А вы говорите железо. Для начала надо с резиной справиться. Бицепс это маленькая, но очень гордая мышца. И она очень любит многоповторку. Поэтому сгибать нужно раз на 20-25. Для хорошей проработки бицепсов. Нужно ли развивать бицепс, если вы не качок, не бодибилдер и не ходите в фитнес-клуб? Конечно нужно, потому что он участвует в очень мощных упражнениях, таких как подтягивания. Обязательно стабилизирует вашу работу с гирей. А иногда является одной из ключевых мышц. Поэтому хорошо развитый крепкий бицепс всегда вам пригодится. Ну и конечно же не стоит забывать про всевозможные взрывные упражнения, такие как выходы силой или крутые элементы воркаута, в которых бицепс тоже играет очень важную роль. Планши, флаги и так далее. Либо стабилизатор, либо одна из основных мышц. На этом заканчиваем. Я буду с вами прощаться. До скорых встреч. Надеюсь видео зашло и вам понравилось. Если да, то обязательно делитесь этим видео с вашими друзьями и знакомыми в соцсетях. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч, как я уже говорил. Всем пока, ребята.